Прекрасный проект, раздающий бесплатный VPN, обновился. Я решил обновить и скринкаст. Буквально недавно делал видео о VPN-ген, но борьба за свободный интернет идет нешуточная. Материалы по обходу блокировок быстро устаревают. Так что о том, как стать бригадиром и что это, собственно, такое в предыдущем скринкасте. Ссылка в описании. С регистрацией ничего не поменялось, как и с интерфейсом. Разве что добавились фильтры и сортировка. По-моему, этого не было. Когда вы, как бригадир, хотите дать кому-то бесплатный VPN-доступ, вы нажимаете на кнопку «Добавить» и вот тут уже изменения есть. Сначала расскажу, что эти изменения значат для бригадира, а потом покажу, как подключиться к VPN участнику бригады. Так что вместе с конфигом отправляйте сразу этот скринкаст с привязкой ко времени. Это будет где-то через полторы минуты. А вот если вы бригадир, то, во-первых, тут появились разные устройства, но при этом конфиг или ключ создается абсолютно одинаковый. И как я выяснил буквально 20 минут назад у разработчика, разные устройства здесь указаны, поскольку клиенты разные под разные устройства. А тут есть ссылка на клиент, которую, как предполагается, вы отправите вместе с файлом конфигурации. А клиента здесь теперь три. Раньше был только WireGuard, и это связано как раз с войной за свободный интернет. WireGuard отличный рабочий протокол, но именно он подвергся максимальному давлению в России и на данный момент работает через раз, особенно на мобильных устройствах. Поэтому тут вы можете выбрать какой-то другой клиент-протокол. В принципе, сами разработчики советуют Outline, но по меньшей мере вам, как бригадиру, хорошо бы иметь все три конфига для бригадирского аккаунта на всякий случай. С этой целью обращайтесь в техподдержку с помощью бота. Адрес знаете, если не знаете, ссылка в описании. Все, конфиг под Outline готов. Вы его копируете и отправляете по защищенному каналу участнику бригады вместе со скринкастом с привязкой к текущему времени, поскольку дальше я объясню, куда ее вставлять. Ссылка отсюда ведет на страницу, где можно скачать клиент Outline. Причем даже мышка находится именно в том месте, где и кнопка «Скачать Outline». Уж не знаю, случайно это или разработчики все так специально подгадали. Но если подгадали, то, конечно, респект. Сама ссылка на клиент в описании. Нажимаете «Скачать» и тут есть менеджер и, собственно, клиент. Менеджер нужен, чтобы настроить свой сервер, а так как сервер для вас настроили разработчики VPN, вам нужен клиент Outline. Тут выбираете «Подо что», в нашем случае Windows, «Под Android тоже потом покажу» и «Скачать». Соответственно, если у участника бригады Mac или Linux, он качает клиент под свою систему здесь и вставляет присланный конфиг туда. Если протокол Shadowsocks, на котором работает Outline, начнут давить, а WireGuard оттает, вы создаете конфиг под WireGuard. А участнику бригады объясняете, что качать надо клиент WireGuard и вставлять конфиг туда. Если упадут оба эти протокола, создаете конфиг под Амнезию и объясняете, что качать надо клиент Амнезия VPN и вставлять конфиг туда. А когда обвалит Амнезию, заработает Outline и с тем победим. Ну а под Outline все достаточно просто. Установили, запустили. Клиент болтается в трейл. Так как ключ, ну или конфиг в буфере обмена сейчас, он его сразу подставляет. Но если у вас будет пустое поле, то нажимаете на создать сервер, копируете присланный ключ, вставляете и добавить сервер. Все. Подключить? Отлично. VPN подключен. Попользовались заблокированными сайтами? Отключили. VPN выключен. Еще раз призываю, как в первом скринкасте, пожалейте мощности разработчиков. Не гоняйте VPN без необходимости. Под Android приложение Outline есть в Google Play. Скачали, установили. И то же самое. Добавить сервер. Вставили ключ доступа. Добавить сервер. Подключили. А работаете. В принципе, можно использовать один ключ доступа на разных устройствах, но не одновременно. Ну, то есть, вышли на одном устройстве, зашли на другом. А то могут быть какие-то сбои, несмертельные, но лучше не надо. Боюсь, что это не последнее обновление алгоритмов. Но что поделать. Чем сильнее они давят, тем крепче и умнее мы становимся. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.